И в продолжении темы. Сотрудники республиканского отделения ОНФ и специалисты Минобра дали разъяснение, кто же все-таки должен покупать рабочие тетради для школьников и нужны ли они на самом деле. Мурат Дженкезов с подробностями. Как только заканчивается учебный год на родительских собраниях, обсуждается целый список того, что нужно купить к следующему году. И, как правило, в этом списке рабочие тетради – это фактически методическое приложение к учебнику. Если школа указывает их необходимость, значит, именно она и должна обеспечить детей этими тетрадями. Рабочие тетради – они не обязательны. Рабочие тетради, если утверждается образовательной организацией, то образовательная организация обязана обеспечить обучающихся этими тетрадями. Но ни в коем случае родители не должны беспокоиться о том, чтобы их обеспечить этими тетрадями. Итак, школа сама определяет, есть ли возможность конкретному учебнику купить рабочие тетради. Проведенное недавно анонимное анкетирование среди педагогов республики выявило довольно интересную картину. По результатам этого анкетирования выявилась такая проблема. Почти в 90% анкет был поднят вопрос о том, что необходимо приобретать рабочие тетради дополнительно к тем учебникам, которые предоставляются. И это выходит в достаточно весомую для семьи сумму. Рабочая тетрадь помогает экономить время, способствует углублению знаний ученика. И это незаменимый помощник при подготовке к экзаменам. И они того стоят, но довольно дорого. В настоящее время это очень дорого. Родителям на плечи родителей сегодня перекладывать это очень неправильно и не нужно. Никакие сборы, никакие покупки учебников, учебных пособий родителями производиться не должно. Все должна школа обеспечить. Давайте не забывать о том, что, к сожалению, вот эта история с коронавирусом многие наши семьи поставила на материально очень зависимое положение, тяжелое. Поэтому 2-3 тысячи, 3-500, вот те цифры, которые озвучивают родители, это достаточно весомые цифры для наших семей на сегодняшний день. По итогам экспертного совещания в правительство республики будет направлено письмо с тем, чтобы рабочие тетради, которые действительно необходимы в процессе обучения, предоставляли школами, а не приобретались за счет родителей. Мурат Шантьюзов, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкисия.